всем здравствуйте меня зовут александр ушаков я учитель истории общества знания в средней общеобразовательной школе города владивосток и сегодня у нас небольшой доклад от меня и моего коллеги по следующей теме это проект общественного контроля за сферой образования но перед тем как перейти непосредственно к нашему проекту который мы бы хотели вам представить нам кажется важным обсудить следующий момент это собственно учитель как наемный работник потому что сейчас последнее время очень актуализировался вопрос о том вот учитель является ли наемным работником таким классическим пролетарием или не является ну и мы тут вот от лица нашей молодежной учительской организации учительский совет хотели бы ну представить нашу точку зрения на этот вопрос но если вот очень кратко то естественно мы считаем что учителя как и врачи как и практически все остальные любые другие люди это безусловно наемные работники дело все в том что конечно сложно говорить о том что учитель наемный работник потому что на первый взгляд может показаться что он ничего не производит вот есть классический пролетарий на заводе вот он выточил деталь мы понимаем вот эта деталь из нее извлекается точнее из производства этих деталей извлекается прибавочная стоимость все вроде как очевидно и понятно с учителями все не так очевидно но если немножко погрузиться будет вообще я сейчас буду немножко пересказывать в вольном формате тему доклада которую мой коллега алексей представлял на профсоюзной конференции я сейчас попробую очень кратко вот основной момент который мы хотели бы затронуть и если вот очень кратко то какой продукт труда у учителя естественно это образованный человек что из себя представляет образованный человек образованный человек это в первую очередь высокопроизводительный работник, тот работник, который умеет пользоваться орудиями труда, более усовершенствованными, тот работник, который может интенсифицировать себе работу и так далее. Соответственно, если учитель работает хорошо, то потенциально мы понимаем, что спустя 5-10 лет после выпуска человека, если его выпустили с полным объемом знаний, развитого, многогранного, всестороннего и так далее, личность развитую, то этот работник будет качественно работать, следовательно, производить качественные товары. Но в случае плохой работы учителя будет обратный процесс. Соответственно, мы можем предположить, что в стоимость любого товара, произведенного человеком, уже изначально включена стоимость труда учителя, потому что товары создают работники, а работников, грубо говоря, создают в итоге учитель, педагог, это не важно, как высшего, среднего образования или вот в рамках, там, школьной скамьи. В этой ситуации, естественно, надо понимать, что, ну, если мы берем за факт, что учитель это наемный работник, как все остальные, то, естественно, у него тоже отчуждается часть его труда в виде прибавочной стоимости, то есть недоплаты к зарплате. Естественно, поскольку мы живем вот в такой рыночной экономике, надо понимать, что для владельца образовательного учреждения, неважно, государство, это частное лицо, это может быть частная школа, сокращение зарплаты учителя или, ну, там, например, индексация ниже, чем уровень инфляции, это, по сути, снижение издержек для увеличения прибыли. Мы получаем все так же качественного выпускника, который потом будет качественно работать, он не будет там палкой забивать, пытаться гвозди или там бананы сбивать, да, он будет как-то более адекватно работать, применять полученные знания. Так вот, мы сокращаем, вроде как, затраты на воспроизводство учителя, при этом качественный работник у нас также остается, ну, хотя об этом тоже можно сказать немножко дальше, конечно, качество в этой ситуации страдает. Вот, и, по сути, вот, то лицо или организация, которая является владельцем образовательного вот этого всего мероприятия, оно остается в выигрыше. Кто же остается в проигрыше? Ну, естественно, в проигрыше остаются учителя, и в проигрыше остаются, ну, там, дети, родители, да, в целом, все общество, потому что люди становятся менее образованными, а, следовательно, они хуже производят товары и услуги. Ну, и, собственно говоря, что хотелось бы тут еще добавить, буквально пару слов про те проблемы, которые встречаются, как можно, вот, кроме заработной платы, это такой очень простой и приятный инструмент, просто можно сократить заработную плату или ее не повысить, но, кроме этого, есть, конечно, и еще методы давления, в том числе на учителей, да, такие, несколько внеэкономического свойства, ну, во-первых, это, конечно, дополнительные часы нагрузки. Вот, известный факт, что за ставку учителя, базовый рабочий день учителя, по трудовому договору составляет 18 часов. Это 18 уроков в неделю. Конечно, ну, может показаться, что такое 18 уроков в неделю. Это я 3 урока могу вести в день и идти домой, там, готовиться, но надо понимать, что урок – это урок, к нему есть подготовка, там, создание презентации, опять же, то есть качественно все это делать. И предполагается, что 18 часов – это нормируемая часть нагрузки учителя. А вот 40-часовая рабочая неделя ему нужна для того, чтобы все оставшееся время после 18 часов, значит, готовиться к урокам, к занятиям, к воспитательной какой-то деятельности и так далее. Но учителя не могут выживать на 18 часов, потому что на данный момент, даже уже с повышенными окладами, у нас сейчас в Приморском крае один из самых высоких окладов, но даже несмотря на это, по итогу вычисления, там, налогов, прибавления дальневосточных коэффициентов, учитель на руки по факту за 18 часов получает 35 тысяч рублей. Как мы с вами, я думаю, понимаем, в среднем квартира во Владивостоке арендуется однокомнатная за 25-30 тысяч, то есть у учителя, ну, ничего, невозможно прожить на такую мизерную сумму денег. В этой ситуации что делают учителя? Ну, естественно, они берут больше ставок, больше часов. И вполне, ну, нормальная ситуация, когда мы приходим в образовательную организацию, разговариваем с педагогами, сколько у вас нагрузка? Ну, от 25 и больше. Естественно, к чему это приводит? К тому, что у учителя расширяется количество необходимых уроков, которые нужно подготовить, расширяется количество работы вне непосредственного взаимодействия с учениками. И это приводит к тому, что, ну, там, работая на 28, на 30 часов, по трудовому договору у тебя остается 10 часов на подготовку. Но как я должен подготовить 30 уроков за 10 часов? Естественно, это невозможно. Естественно, я вынужден, там, где-то перерабатывать коллеги, там, и так далее. И это все сказывается на качестве образования. Потому что, когда учитель не живет, а выживает, когда он вынужден бежать на следующий урок, он не успевает, там, нормально убрать все, что у него есть, потому что у него каждый день 7 уроков, все это идет подряд, естественно, падает самое главное качество. А мы не уверены, что некачественное образование – это то, что нам нужно. Ну, собственно, это такой вот небольшой краткий экскурс в погружение в учительскую специфику, тематику, и некоторое наше видение того, как учителя и какую роль учителя играют в экономике в целом, и, ну, какую роль играют в стране. Теперь хотелось бы немножко поговорить про тот проект, который мы бы хотели предложить. Он называется «Портал народное образование». Я думаю, что ссылочку мы потом оставим, если будет такое желание у вас посмотреть. В чем суть? Дело в том, что на данный момент, вот если вы не учитель, возможно, вы сейчас сидите и думаете, зачем мне слушать о проблемах учителей. Дело все в том, что проблемы-то не только наши проблемы, одновременно касаются детей, а следовательно касаются родителей. То есть автоматически при обсуждении проблемах, связанных со школой и с учительской работой, неизбежно мы должны аккумулировать вокруг себя общественность, потому что, по сути, ну, туда вы, возможно, отдаете детей в эти школы, и вам не должно быть все равно на то, что происходит в этих школах, потому что ваши дети в конечном счете будут получать образование в школах, в колледжах, в университетах, поэтому мне кажется, что к подобным проблемам все люди должны довольно активно включаться. Так вот, если вкратце, то на данный момент вы не можете узнать, в какой школе сколько численность детей, где, например, каких-то учителей не хватает, где школа полностью укомплектована, где перенаполняемость классов и так далее. Мы не можем узнать эту информацию оперативно. Ну, конечно, можно подать запрос в управление образования, они могут ответить там в течение рабочей недели, по-моему, письменным ответом, но нам кажется, что это не самый эффективный способ взаимодействия, поэтому было решено создать интернет-портал, на котором в онлайн-режиме учителя инициативные спогли бы заполнять. Ну, то есть, это такая, сейчас сложно объяснить, потому что нет наглядного материала, но это, представьте, карта города, на которой просто отмечены школы, и вы нажимаете на кругляшочек с названием школы, и вам вылетает вот краткая аннотация, знаете, чем-то похоже на 2GIS, наверное. Краткая аннотация, в которой как раз вот эта статистическая информация планируется, что будет указана там численность, то есть детей, допустим, от, ну там, не знаю, школа должна быть рассчитана на 500 человек, да, допустим, в ней 650, вы, оп, зашли на вкладку, сразу понятно, школа переполнена. Уже, как бы, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы отдавать ребенка конкретно в это учебное заведение, потому что, ну, опять же, переполненная школа, это не есть хорошо, это порождает ряд проблем. Понятное дело, что не всегда есть возможность, да, выбрать какое-то альтернативное учебное заведение, но в любом случае подобная статистическая информация может быть важна не только в рамках рабочего движения и там самоорганизации учителей, но и для тех людей, которые используют услуги образования в своей повседневной жизни. Вот, помимо численности, я уже сказал, там будут укомплектовываться, например, сводки по учителям, где не хватает, где хватает, и, мало того, создание такой открытой, ну, народной интернет-платформы позволит ярко и точечно показывать на те проблемы, которые имеются, потому что сейчас, да, вроде проблемы есть, но вот как-то про них особо никто не знает, нет, нет места, где можно было бы сказать, смотрите, ну вот, вот она проблема, вот прямо на блюдечке. Планируется, конечно, что эта платформа позволит аккумулировать эти вещи и не быть голословными в каких-то прениях, там, может быть, с представителями власти, с представителями управления. Мы могли бы показать, что вот, смотрите, вот такая ситуация, надо здесь, там, увеличить, уменьшить численность, что-то сделать с этим и так далее. Поэтому, естественно, эта инициатива стоит достаточно больших средств, это не дешево создание таких интернет-платформ, и, естественно, ну, когда, когда эта идея создавалась, мы решили, что попробуем запустить этот проект в рамках краудфайдинговой платформы, пожертвования на русский манер, и, собственно, мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Владивостока, может быть, не только у нас есть те люди, которые из центральной части России оказали нам поддержку в этом смысле. Если у вас есть такая возможность нас поддержать рублем, если нет, мы будем рады распространению информации об этом проекте, потому что чем больше людей узнает об этом проекте, чем больше людей сможет нам так или иначе каким-то образом помочь, потому что все-таки, как я уже говорил, учительская зарплата — это не миллионы, и самостоятельно осуществить эту идею нам кажется довольно сложной и затратной, но, как говорится, если 100... Сколько у нас? 36 миллионов? Не 36, 140 миллионов? Вот если 140 миллионов наших соотечественников пожертвуют по рублю, то мы очень быстро закроем все необходимые потребности на создание такой интернет-платформы. В принципе, что касается моего доклада и выступления, все, если есть какие-то вопросы, то мы можем их сейчас, я думаю, обсудить. А кто цифра? Цифра какая? 140 миллионов. А, нет, это я... это была шутка о том, что если каждый по рублю скинется, да-да-да. Нет, если говорить о сумме, сумма есть. И вот Алексей может меня поправить. Насколько я помню, первая часть, часть этой суммы составляет 310 тысяч рублей, а полная... Полная — это 930. Да, часть суммы мы, соответственно, собрали, а полная часть — это вот... 930 тысяч. 930 тысяч — это создание... Полностью под ключ. Да, то есть когда уже вот есть непосредственно интернет-сайт там с интерактивной картой, где все нажимается, где вот осталось только там раздать роли каких-то администраторов и так далее, тех, кто будет это редактировать, и мы бы хотели, чтобы это заработали. Еще вопрос такой. А вот какой процент или количество школ охватывает ваш профсоюз? Не во всех, наверное, школах есть? Если представители вашего профсоюза... Да, спасибо, я понял вопрос. Смотрите, нюанс такой. Вот на данный момент, я здесь сейчас нахожусь, и мой товарищ, мы сюда пришли не как члены профсоюза, мы сюда пришли как неравнодушные учителя из города Владивостока. Это важно понимать для некоторых наших конкретно внутренних моментов. Вообще, конечно, предполагается, что когда этот интернет-портал заработает, то мы бы смогли подключить людей, которые находятся в первичных организациях профсоюзных, и это будут заполнять. В целом, насколько я помню, у нас бумажное, номинальное количество людей в первичках очень большое. То есть у нас в Владивостоке, ну, по-моему, около тысячи нас человек в профсоюзе состоит. То есть теоретически, теоретически, мы, конечно, сможем наполнить все школы. На практике тут есть ряд нюансов, как всегда, потому что, к сожалению, не во всех школах профсоюзные активисты работают активно, не во всех школах профсоюзные лидеры действительно занимаются какой-то активной профсоюзной работой, и есть такая проблема, но мы надеемся, что когда появится какая-то общая деятельность, которая будет полезна, которая будет привлекательна для людей, даже, ну, допустим, учителей, они подключатся, тем более, что, ну, планируется, что много ничего не требуется. Занесите там пять строчек информации, обновите через там месяц, да, например. Вот, поэтому мы надеемся, что, конечно, охват школ, ну, то есть там как минимум, да, вот по самым скромным подсчетам, ну, там, скажем, 15 школ. Но это те школы, вот, которые мы непосредственно знаем, людей, которые этим будут заниматься. Я думаю, что в дальнейшем мы сможем наладить работу с теми школами, которые сейчас находятся в нашей компании. Профсоюз, это ФНПРовский или другой профсоюз? Да, у нас в Владивостоке без альтернатив, у нас есть только профсоюз образования. ФНПР, да? Да, да, профсоюз образования, вот, ну, собственно. Есть профсоюз учителей, не входящих в ФНПР, есть такой профсоюз. А у вас, у вас в рамках ФНПРовский. Да, но, насколько мне известно, во Владивостоке ячейки альтернативного профсоюза нет, да. Есть в Хабаровске, но во Владивостоке пока отсутствует. Да, конечно. Вот, скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько реалистично, что учителя будут заполнять эту информацию? Потому что, я думаю, директорам не очень интересно, чтобы школа выглядела переполненной, что там не хватает учителей, что там чего-то еще не хватает. Вот, допустим, 61-я школа мне тогда уважала, 80-я школа нет учителя, учительской. Количество раздевалов уменьшено. И в целом еще можно много интересного рассказать про эту школу. Как вы думаете, не побоятся ли люди заполнять ваш сайт, ваш проект? Мне кажется, что, ну, во-первых, люди бывают разные. Кто-то, наверное, безусловно побоится, кто-то не побоится. Но в целом, вероятно, если... То есть никакого формального запрета на распространение такой информации у нас нет, да. То есть нет такого, что учителю запрещено говорить о том, что у нас там не хватает, допустим, не знаю, химика, да, допустим, или математика. Так. Также, насколько мне известно, не запрещено нам говорить о численности реальной и сколько она там должна быть. Поэтому мне кажется, что если учитель или профсоюзный активист не будет себя третировать, не будет себя каким-то образом в этой работе подставлять, то мне кажется... Анонимно. Анонимно? Ну, то есть, знаете, это, знаете, может быть организовано в качестве каких-то рабочих корреспондентов. То есть это же не обязательно персоналия. Вот смотрите, Иван Васильевич... А вы не говорили, что это централизовано? И может быть кто-то потом будет дополнять? Я тоже, давай. Дело в том, что тут сейчас о систематике речь идет, да. То есть вы говорите, мы подключим профсоюзы, мы подключим какие-то централизованные аппараты, которые уже существуют. Но не будет ли у вас давления от этих аппаратов? Потому что фактически у вас, я так понял, регурования-то еще нет. Я про 140 миллионов спросил не просто так. Не потому что мне цифра этого не понравилась, а про то, что насколько у вас распланированы действия, насколько это реалистичный проект, насколько у вас есть Ромат МАП для его реализации. Потому что, ну, как мы говорили за кадром ранее, то есть люди, в первую очередь школа, это люди. Люди, которые туда приходят, люди, которые туда приходят учиться, которые приходят учить. А здание, ну, можно любое здание фактически использовать, условно говоря. Соответственно, вот этот сайт, который вы предлагаете, фактическая численность школьников, это только малая часть. Туда можно добавить сразу, чего не хватает, как уже сказали, по классам. Чего не хватает, по учителям, чего не хватает, господи, сейчас задумываю, на ходе разговора. Переполнилась, да, можно сказать. Ну, да, собственно, вопрос. А, самое важное, да, то есть мы же только один критерий рассматриваем, сколько там учеников, сколько вокруг у нас населения на микровой, и сколько на Дунске, на этой школе, в части населения. Потому что мы знаем, по снеговой паде, например, что у нас переполненная в два с половиной раза школа, при том, что уже часть в другую школу переправили. То есть количество населения, которое потенциально на эту школу уже должно ходить, его уже отправляют в другую, и еще столько же населения туда пытаются. То есть уплотнение такое, что будет уже в два с половиной раза, реальное там в три-четыре, если туда всех запихнуть, а если вообще всех запихнуть, которые планируются, уже будет восемь-десять раз, да, да, вот это просто лопут. И получается, что масштабирование определенное должно быть этого ресурса. Определенно. То есть его нужно уже закладывать с учетом того, что будет масштабирование по вот этим, вот этим, вот этим критериям. То есть насколько проработан вообще весь план? Я предлагаю Алексею, может, все, пока, для того, чтобы... Ну, я по порядку тогда постараюсь по поводу Roadmap. Если говорить конкретно про сайт, то можно посчитать, вот как раз ссылку мы прикрепим, что планируется сделать, что мы хотим сделать, и мы в конце дописали, что мы для любых приложений открыты, потому что мы тоже люди. Мы можем, да, мы можем что-то не учесть, мы как раз, если вы что-то можете предложить, мы можем сказать, что на данный момент конкретно, вот, Александр перечислил. Здесь это просто очень важно, потому что, когда люди... То есть почему люди дают, либо не дают деньги? Потому что они понимают, что это просто разговор про то, что мы хотели бы. Либо они понимают, что есть определенные ступени развития, которые уже прошли, которые планируют. То есть серьезность подхода, она очень важна в данном случае. Ну да, здесь, наверное, надо было перекрепить ссылку, потому что там все новости о том, что уже готовы, и что мы планируем сделать, и она рассказывается. Вот по поводу работы над сайтом, работа уже ведется, у нас есть программисты, которые работают, и что мы сделали, мы... Команду уже. Да, да, да. И все, что готово, мы, ну или в группе, там, или на самом сайте, где деньги собираются, мы периодически новости выкладываем. Правда, там сложно, там все на программистском языке, что там было сделано, что налажено, какие там... Бэк, фронт, работа, да, но все выкладывается. Это часть команды, человек, который рассказывает нормальным человеческим языком, объясняет, да, что там какие-то закричневые... Нет, это я спрашиваю, что уже готово. Они мне говорят на своем рабочем языке, я стараюсь это по-человечески преподнести на публику, да. Ну, сложно, конечно, но в целом там... Это все техническая часть, она... Ну, обычным человеку ее сложно понять. А сайт, вообще ссылка на него уже есть в целом, можно зайти, посмотреть в режиме реального времени, что там происходит. Понятно, Бэк вы не увидите, но там как карта прикручена, как появляется какая-то менюшка, как появляются какие-то кнопочки. А, как это, если не секрет. Владивосток? Яндекс. А, нет, как она называлась? Нет, вот, они выбирали между Яндексом и там какая-то в открытом доступе есть карта, на которой как раз очень удобно, она схематичная. То мне очень удобно было прикреплять эти... Ну, настройки либо Playbiz. Не-не-не-не, не помню. Не скажу, там какая-то... Надо посмотреть, почитать, я должен был публиковать. Там они взяли, там она в бесплатном доступе была, и можно было вот эти карты бесплатно брать. Они как раз мне сказали, что на это денег не тратится. А частные школы будут включать? Вот насчет этого пока думаем. Нам проще будет пока что муниципальный включить. У нас список есть школ, где они находятся. То есть мы можем их сразу легко обозначить. Частные еще нужно посмотреть. Но если найдется человек, который нам поможет собрать информацию по частным школам, мы обидим, то без проблем. Отдельную вкладочку сделаем, чтобы муки с котлетами... По сбору информации, да, то есть насколько... Ну, то есть опять же, это регламент сбора информации. Насколько вы уверены в той информации, которую будут предоставлять люди? Потому что люди... Ну, люди это люди. Иногда есть люди с одними целями, как у вас, а есть люди с другими целями. Возможен саботаж. Легко, да? То есть возможно неточность информации. Вообще, если об этом говорить, то, по сути, такая информация, она может легко пробиться, ну, любым гражданином. Поэтому, если кто-то захочет ее как-то подделать, ну, это на самом деле легко проверяется. Это не такая уж закрытая информация, количество человек в школе. Это, ну, вот я как учитель могу сказать, это очень просто. По сути, вообще руководить этим проектом и его осуществлять может один человек. Просто сесть и забивать каждую школу. Просто это будет неудобно и очень долго. Поэтому информация, дело в том, что может один человек, может действительно, может проверить, может один человек, может, ну, кто угодно. Но вот это вот может, оно никогда не делается. То есть проблема в том, что это никогда не происходит. То есть это можно проверить, но это не будет никто проверять. Мое предложение в данном случае простое, да, то есть, а вы не обязательно опирайтесь на учителей, только лишь, попирайтесь на людей, на тех, кто напрямую также заинтересован с другой стороны. Ну, вот здесь, мне кажется, принципиальный момент. Мы опираемся только на учителей, потому что это наша работа, это наши проблемы. И кроме как мы, никто не может быть больше заинтересован в этом. Я понимаю, да, все тонкости, что есть разные люди, что есть разные учителя, но мы считаем, что... Не кажется ли вам, что это ровное противоречие насчет того, что было сказано вначале? Вроде бы как две стороны одной медали, и вроде бы как ваши проблемы касаются нас, обычных людей, детей и так далее. Но, с другой стороны, это наши проблемы, мы сами с ними будем жить. Но, с другой стороны, нужна и поддержка этой идеи. Мне кажется, что люди, которые будут поддерживать, они хотят участвовать. Нет, если есть какие-то предложения, идеи, мы, конечно, открыты. Просто вы конкретику предложите, что конкретно хотите. Просто посмотрите, вы говорите о чем? Чтобы, то есть, мне не совсем понятно, как человек, который не находится в системе, в какой-то школе, как он будет это делать? Родительский комитет. Возможно. Но, опять же, здесь масса нюансов, допустим, по поводу того же, там, как они зато верно информации, да, мы же, опять же, упираемся в одни и те же вещи. Поэтому, я думаю, немножко просто своего мнения на этот счет, мне кажется, что в целом мы как бы готовы, как Алексей сказал, к любой поддержке, если, я думаю, что если, когда это начнет работать, появится какой-то инициативный родитель, который скажет, ребята, ну, то есть, выйдет на связь, да, ну, как-то обозначится, скажет, слушайте, классно делается, круто, хочу, типа, вам как-то помочь, давайте, я готов тоже. Вот я знаю, у меня в школе вот такая-такая-такая-такая проблема. Можете там как-то отразить или давайте я сделаю. Ну, конечно, я не думаю, что это будет прям так, что нет, вы родитель, все, извините, вам будут в другую дверь. Это не к нам, мы тут учителям. Мы сидим, вот, просто здесь речь о том, что мы все-таки как бы позиционируем себя как учительский совет, совет учителей. И, естественно, нам нужна помощь родителей, там, общественности. И в этом смысле, конечно, мне кажется, хрестоматийными являются примеры того вообще, в принципе, как проходят какие-то... Как создаются организации? Как создаются организации? Какая происходит поддержка этих организаций вообще вот в мировой практике? Если посмотреть, мы какое-то время назад тоже занимались, у нас была, ну, есть такая небольшая презентация, где мы там кратко рассматриваем обзор на профсоюзное учительское движение в России и в мире, как это вообще происходит. И практика, ну, наша российская не очень большая, зарубежная, конечно, больше. И зарубежная практика показывает, что всегда в каких-то трудовых, там, спорах, конфликтах между учителями и вот второй стороной этого процесса неизбежно, если не поддерживают это все дело, там, родители, дети, если это не происходит какого-то там... Не то, что учителя отдельно что-то вот сказали, их никто не поддержал, родители сказали, не, учителя, это фигня какая-то. Нет, мы видим, что успешные примеры каких-то реформ, изменений в результате этих волнений вызываются только тогда, когда это носит консолидированный характер всех участников образовательного процесса, когда родители говорят, мы согласны с учителями, там, ну, условно, да, тут совсем грубо, да, повысьте им зарплаты, снизьте им нагрузку, сделайте то, что они требуют, чтобы они могли учить наших детей. И вот в такой, в таком объединении, в таком союзе, мне кажется, что это наиболее вот эффективно, ну, потому что, если вот говорить, мне кажется, о чем Алексей, вот возглавить или как-то стать одним из тех людей, которые вот будут, ну, как-то не во главе, что ли, а... Вместе, но не смешивая, я бы говорю. Да, да, вместе, но не смешивая, вот, мне кажется. Простой слово, взаимодействие. Взаимодействие, речь про взаимодействие, да, потому что, ну, если вы открыто взаимодействуете с другими комитетами... Просто, ну, изначально, когда мне про вас рассказали, да, то есть была такая вещь, что... Вроде как ребята сами по себе. Ну, вроде бы как сами по себе, но вроде бы как и есть очень смежные такие какие-то вещи, которые для всех одинаково важны. Мне кажется, что не зря оказались вы в этом офисе, да, там, если там в экран смотрят, то слева от вас там товарищ Ленин сидит, у нас социализм был. Я при Советском Союзе как-то не припомню, чтобы у нас общество было настолько разрознено, что учитель там и родитель, да, ученика, ученика и ученики, то есть у нас было взаимоуважение какое-то, взаимности. Соответственно, может быть, к этому и стоит двигаться. Может быть, все новое, хорошо забытое старое, чтобы как-то взаимодействие между структурами происходило на каком-то базовом уровне. Вот я, кстати, здесь добавлю очень хорошо сказали взаимодействие между структурами. У нас, к сожалению, структура учителей, так она... Худо-бедно. Худо-бедно, вот мы считаем, в нашем лице она как-то произрастает. Вот недавно мы познакомились, что, оказывается, есть и структура родителей, но вот я подчеркну, структура должна быть. Вопрос, который вы изначально задали про взаимодействие, все-таки нужно взаимодействие с структурами, отдельно учительская структура, отдельно родительская. И пока что, буквально до позавчерашнего дня или какого, мы структуры родителей не наблюдали, поэтому очень сложно было как-то на ваш вопрос ответить, с кем взаимодействовать? С отдельным родителем сложно. Если структура родительская, как вот у нас есть представитель, то вообще это только как медом помазать, романой. А почему бы вы были за тем, кто смотрит, да, на стульпанное свидание? Два человека оттуда, два человека отлило. Причем абсолютно по поводу не бьемся. Но дело-то не в этом. Вы же поймите простую вещь, что таких людей не сильно много, но в принципе инициативных. Это не говорит о том, что у нас там 100 тысяч человек с одной стороны, 200 тысяч с другой стороны. Но есть определенные люди, которые забоют направление. И возможно сейчас уже нужно это как-то менять. И никто сам по себе не образуется. Ну вот образовалось там два человека, там два человека, там четыре человека. Остальные видят, что есть какое-то взаимодействие, взаимопонимание, взаимоуважение и прочее взаимное. То есть они будут протягиваться. И в том числе проекта хороший. Взаимная работа. Да, взаимная работа происходить. Что не мешает забирать. То есть опять же, чем больше статистических данных, тем более точный результат получается. То есть можно проанализировать по данным, какой-то конкретный результат получать. Когда у вас один единственный человек. Почему я и сказал про непосредственное учителение. Сам по себе учитель, это же тоже закрытая определенная система, которая сидит в школе. И как мы уже точно понимаем, за 35 тысяч рублей выживает. Ему вот сегодня скажи, что тебе надо еще пройти по всем классам, посчитать поголовно людей, маленьких. То есть посчитать больших людей поголовно, а потом предоставить все эти данные. Он пойдет повеситься в кладовке, потому что ему вообще не об этом. Поэтому помощь какая-то определенная должна друг другу помогать. Мы столкнулись с тем, что даже родители, даже в какой-то умопомрачительной ситуации в Надежинске, готовы друг другу перегрызть глотку за то, чтобы сказать слово. Каждый видит по-своему. Каждый пытается выставить себя в это. То есть коллективизации пока что нет. И примера никто не подает. Вот это самое плохое. Никто не подает примера, потому что у нас было хорошо. У нас было прекрасно. Советская школа это просто фантастика. По сравнению с тем, что есть сейчас. Это уважаемая профессия учитель. Это люди, которые выходят с лучшим образованием в мире. То есть это из поля, из сельхоз. То есть превращались люди. Насколько быстро у нас образование не росло. Я могу пару слов. Вот вы сейчас хорошее, кстати, замечание сделали. Но вот не знаю, не хочу как-то оправдываться. Потому что сам проект, который мы создаем, это очень сложное начинание, которое нам очень тяжело давалось. И то, до чего мы дошли, это же тоже не сразу мы дошли. Начинали мы там с каких-то идей до абстракций. Совершенствовали, совершенствовали. И если есть какие-то дополнения, мы, конечно, не считаем это каким-то совершенным продуктом, который реализуется и всем в мире наступит прекрасно. Мы поэтому и как раз таки дописали, что мы сами, нам сложно. Нас не так много человек, кто его реализует. Тем более, ну, большинство денег, которые тут скидывают, это мы, по сути. Мы за наши карманы от 35 тысяч туда еще летят. Плюс еще время, которое мы тратим на его совершенствование. Поэтому если кто-то может какие-то предложить идеи по совершенствованию, вот как вы сейчас, пожалуйста, мы ко всем идем открыты, у нас просто нет времени подумать, чтобы еще что-то добавить. Мы до какого уровня дошли, насколько у нас хватает времени, чтобы как-то улучшить это, увидеть недостатки. Мы, естественно, это тратим, но сложновато, да, это очень сложно. Я бы сразу с предложением донаты перекручивал все-таки, да? Предложить-то можно что угодно, да, там ракету построить. Но опять же нужно понимать, что все в поведении. Да, ну на добровольных началах мы сразу сказали, что мы проект будем заканчивать в любом случае, там, обретем мы поддержку или нет. Ну, не обретем, значит, будет с наших карманов только. Просто если нам помогут, ну, мы просто не будем так сильно пейса затягивать потуже. Просто чтобы не было такого, что, там, если вы нам не задонатите, ничего делать не будет. Нет, мы, как бы, продолжаем это делать, ребята работают, мы с своего кармана им платим. То есть это, по сути, инициатива, которая стоит за нами, да, и инициатива, и с инициатором все знают, что делают. Вот, собственно, мы в таком положении сейчас. А можно продолжить все-таки свой вопрос? Да, да. Если вы решили, что будет информация про школы во Владивостоке, а сколько у нас школы во Владивостоке? 80, там, с чем-то кажется. По-моему, что-то около 89, но сейчас точно... У меня список дома есть со всеми школами, да. Понятно. Про частные школы у вас под вопросом. А, допустим, у нас же есть еще школы искусств. Вообще, если... Ну, на правконе доклад послушать, да, 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 да. У этого проекта большой, на самом деле, потенциал. Просто слишком далеко это идет заглядывание. Нам бы хотя бы программу минимум разработать. Программа максимум, если получится реализовать его вот минимум, у нас в планах космических там. Это и дополнительное, и среднее профессиональное, и высшее. То есть, это все, что касается образования. Если там нас будут... О нас узнают работники не образования, может быть, медицинской сферы. Пожалуйста, почему бы не это и в медицинской сфере. Самые главные там сферы, как по мне, это медицинное образование в любой ситуации. Вот. Поэтому, почему бы не реализовать в других сферах? Просто это слишком далеко еще. Пока что у нас план минимума это реализовать наполняемость школ, нехватка учителей, дефицит в общеобразовательных городских школах. Как только мы это реализуем, можно приступать дальше, брать частные школы, брать дополнительное образование и так далее. Нет, частные школы сразу брать. Да? Они сразу там подумают о рекламе. Подумают. Ну, пусть думают. Задумание никто никого не бьет. В какой-то момент возникла идея создать такой проект. То есть, этому предшествовало определенное изучение информации. И наверняка не смогли найти чего-то похожего. Не было в постранстве информационном. Сейчас у нас очень активно идет цифровизация всего. Да. Была ли какая-то попытка с вашей либо со стороны государства это все дело помочь сделать? Если Александр знать, я не знаю. Помочь в смысле создать вот эту вот платформу? Нет. Было, поступало предложение... Ну, вот я не знаю, если тут нас смотрят родители или тут сидят, слушают нас родители. Может быть, вы когда-нибудь пользовались школьным сайтом, который находится на такой платформе, как... Не-не-не, сайты, да, находятся на такой... Ну, сайт Империя Школа тоже, да. Да, Империя Школ. Если, ну, просто вы напишите, я не знаю, у вас... Частная или государственная? Государственная сайта... Нет, она частная, но ее как бы строили... Ее заказало государство, настроил его частник, и работает оно нехорошо, а мягко заказано. Есть проблемы с наполненностью. Я просто к чему? Потому что есть, ну, такая, условно, генеральная линия того, как позиционируются школы. То есть, если вы напишите, я не знаю, школа 63, вам первая ссылка, которая вылезет, это будет сайт Империи Школы, где там у них одинаковое оглавление, там кадры туда-сюда. Но, как бы, проблема на этой площадке в том, что она очень тупит, большого количества информации там нет, потому что обновление происходит очень плохо. Часто само обновление падает на администрацию школы, что усложняет этот весь процесс. И нам поступало предложение в духе, а не хотите ли вы подумать, как бы можно было бы нам бы Империю Школы подправить, чтобы сайт был более осмотребельный, чтобы вот люди не писали там гневные отзывы, что у вас за сайт ничего невозможно найти, а вот чтобы, оп, человек зашел, нашел, посмотрел. Но нам кажется, и тут Алексей Министер, что поправит, что подобные взаимодействия, подобные организации с представителями какими-то официальными, официальных каких-то структур очень часто могут нести какие-то попутные обязательства. То есть мы очень боимся того, что... Ну, собственно, мы отказались от того, чтобы думать по поводу, да, Империи Школы, потому что мы-то, может быть, и могли бы подумать, но кто останется выгодоприобретателем, на кого в итоге будет все это дело там записано, сделано, кто этим будет потом пользоваться, в чьих интересах это будет использоваться. И есть большие опасения, что не в интересах тех же учителей, например, детей или родителей. Получается, что вы фактически выстраиваете параллельную структуру, которая замещает часть функций, которые тоже Министерство образования собирает, да, они точно так же знают, сколько школ, сколько там учителей, сколько переполненных школ, сколько учеников. У них эта информация вся есть, они просто ее не предоставляют соответствовать родителям и учителям. Они ее не предоставляют в оперативном формате. Да, вы ее пытаетесь продублировать полностью функционал текущей государственной власти в плане Министерства образования. Не совсем. Мы хотим показать, как это все выглядит с точки зрения нас, учителей. То есть у нас параллельная структура управления. Не сказал бы управления, статистический сборник, который бы показывал статистику с точки зрения учителей, которые, собственно, там работают. Вы же понимаете, что собрав данные по школам, вы в том числе будете направлять родителей, которые будут идти в те школы, которые не заполнены, соответственно, инструмент управления. Целенаправленно нет. Да, если только опосредованно. И в данном случае, мне кажется, по такой логике можно очень много чего зауправлять. Да, опосредованно мы управляли вами, что вы сегодня пришли сюда, получается. Вы же сами сказали, что у вас есть план на расширение этой деятельности. В данном случае вот. Подмяв количество школ, сколько их там будет, статистику по ученикам, можно же продолжить работу и дальше по тем же учебникам. Можно, можно, нет. Это очень далекие в будущем вопросы. Поэтому сейчас тяжело об этом говорить. Тут не совсем очевидно, когда и в каком формате получится закрыть то, что есть сейчас. Поэтому вот рассуждение, что можно было бы, это все очень интересно. Но все-таки хотелось бы последовательно, как бы шаг за шагом, закрывать то, что хочется сделать. У вас был абсолютно очень правильный вопрос, который в будущем вырастет. И как Маккиавелли писал, нужно для того, чтобы в дальнейшем не вырос враг, нужно уничтожить весь его род. И когда вы начинаете какое-то такое интересное, очень интересное направление, я даже работал в таком направлении, есть оба, я точно могу сказать, что дублируя функции государства, и даже более того, пересекая с ними интересы, именно не того государства, которое, ну, то есть народ равно государству, то есть я не говорю о том, что антинародное что-то делать, и наоборот. Есть государство, которое народ, а есть государство, которое, ну, определенная часть чиновников. Например, тоже образовательное, министерство образования, оно не все такое, как вы говорите. Вы говорите, не предоставляет в онлайн-формате. Оно вообще порой не предоставляет этой информации. У нас есть запросы, на которое оно отвечает, не ваше собачье дело, сколько там же человек живет. Ну, условно говоря. То есть, когда мы про Дальпресс задавали вопрос, да, то есть, по расширению района, по комплексному развитию территории и так далее, почему застройщик не строит школу? Как это может быть комплексно, но без школы и без детского сада? А какие показатели? Они ваше собачье дело. А если у нас есть определенное строительное лобби на текущий момент, на уплотнение, то есть, сегодня мы уже говорим о том, что у нас уже окна-окна пытаются строить. И уплотняются, 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 а тут вы выскакиваете, как чертой с табакеткой, с тем, чтобы... А давайте посмотрим, сколько тут людей живет, а давайте посмотрим, сколько учится, а кого не хватает, а как мы так вообще будем делать? То есть, у нас сейчас разговор идет о том, что у нас, в принципе, не хватает, ну, опять же, за кадром мы разговаривали, у нас не хватает даже в текущий момент на остатках советской цивилизации специалистов, а в будущем, ну, то есть, в текущей ситуации. Мы же знаем, да, то есть, как выглядит пирамидка, да, то есть, демография. Национальный проект «Демография», к чему он был вообще создан, и почему в него подключены образование, спорт, здоровье и прочее-прочее. Потому что сегодня уже недостаточно тех людей, которые завтра будут что-то делать. Да я бы даже, что он не сегодня, их стало недостаточно. Довольно давно. Довольно давно, да. То есть, и вот тут, как мне кажется, тут нужно... Да, понятно, нельзя ни в коем случае терять независимость. Но, как мне кажется, государство могло бы посодействовать, но без давления. Но мне кажется, оно могло бы. Ну, в каком формате тут тоже? В частности... Н versuchen, культуры и 17 программы, и ответвление 10 программ, цифра культуры. Там выделяются средства как раз на различные проекты. Опять же, мы, понимаете, в данном случае, то есть, это же не... Тут не сидят перед вами маркетологи, которые этим занимаются, на постоянной основе сидят и, значит, анализируют рынки, фонды. Мы по большей степени работаем в школах, поэтому, допустим, даже про эту информацию я, если честно, первый раз слышу про вот эту вещь. Если есть какие-то предложения, может быть, какие-то программы, мы-то с удовольствием. Мы только с определенными оговорками, о которых мы говорили. Мне кажется просто, что если у нас муниципалитет взаимодействовал с какой-то компанией, чтобы взять и продать себе обочину города, то наверняка смогут взаимодействовать, чтобы создать нечто хорошее. То есть в части школы, понимание, по облике. Немножко противоречит. Это не противоречит. Это сарказм. Ребята, это сарказм. Поблички нет. Но тем не менее. Чтобы вы понимали. Я к тому, что эти видео уже не обязательно должны противопоставляться государству. Мы наоборот помогаем. Мы берем часть функции, чтобы им расслабиться и заняться какими-то более важными делами. Одну руку поднимаем, когда советские два. Я про то, что нужно призвать государство к ответственности за то, что происходит. В том числе к ответственности за наполнение. То есть есть инициатива, хорошая инициатива. И почему бы государству хоть где-то что-то сделать хорошее? Нет. Предложение замечательное. Мы бы только за, если бы это случилось. Но на практике не совсем очевидно, как это реализовать. Ну, типа, куда пойти? Куда зайти? Зайти в дом? Примерно. Без влияния извне. Без влияния всяких разных овощей. Когда вы чего-то касаетесь, оно уже на вас влияет. Поэтому тут сложно. Тут очень тонкостей много. Тут еще кто в кого смотрит. Я где-то говорю, рядом или нет. Смотришь нас в программу «Цифровая культура». Хорошо, мы обязательно посмотрим. Кто мне отвечает за это в нашем крае. Я не знаю. Я просто, это программа, я больше пала на цифровальное образование. Или там «Спорт на одну жизнь» смотрю. Я могу там что-то сказать. «Цифровая культура» я просто знаю, что она такая есть. И я какие-то там леды смотрела. Мне было очень весело, как она реализуется в нашем крае. Нет, ну опять же, да, посмотрим. Если будет такая возможность, то мы-то только за. Не то, что там хотим, вот это наше. И никто пусть не смотрит, это мы тут себе. Нет, идея-то, ну как бы, чтобы это было… Открыто, да, максимально. Да, ну называется же. Сами себе вы просто не сможете выжить как проект, потому что не будет наполняемостью. Вы замкнетесь, и это станет, как будто бы «Инперия школы» сказали. Вот такими вы и станете. Против чего боролись, тем и… У нас по 3,5 миллиарда и более уделяется на строительство школ, которые не строятся. Федеральные деньги из федерального центра уделяются раз за разом, и раз за разом школы не случаются. И может быть федеральному центру необходимо как-то более обратить внимание уже не на тех, кто не справляется раз за разом и не может реализовать за такие огромные деньги и ничего, а наоборот вот такие участные инициативы. Это мой личный призыв за кадром, то есть не надо, пожалуйста, вешать тех, кто в кадре. Вот так вот. Если нас смотрят представители федерального центра, и вы хотите нам помочь, то мы будем… Мы развернуем камеру на человека, который это сказал. Нет, вы можете связаться. Мы можем обсудить подобные предложения. Почему? Может быть нам менять надо людей, которые не могут справиться, на тех, кто хочет справляться. Вот так вот тоже… Ну это там выше пусть решают, это их задача. Пусть они там. Пусть они там. Почему у вас? У нас вроде бы как социальное государство. Знаете, ну был у нас опыт общения такого формата, и потом были определенные вопросы, формулировки, которые подбирались. Хотя тоже, ну в том, о котором я… Единственная власть, источник власти принадлежит народу. Третья статья Конституции Российской Федерации. Но против власти мы тут не можем говорить, когда мы говорим, что нужно как-то что-то менять, чтобы корабль не поколол. Да? Так, товарищи, у нас есть тема доклада, да, у нас есть еще вопросы в чате, но не только какие-то теми допады, там пройди за учебник, про школу, что с ними делать, с дефицитом, что делать, и тому подобное. В двух словах, наверное, можно что-то. Ну, если да, если есть время, и люди там выходят, мы можем немножко поотвечать. Да, позвольте с ним, да. Можем отсылать на тот видеоролик двух часов. У нас, да, для всех, можно, если тут немножко тоже про рекламирую, но это не то, что мы себя рекламируем, у нас было небольшое интервью, ну как небольшое, на два часа, где мы вот очень подробно, втроем, на столе трое еще была наша одна коллега, обсуждали разные вопросы от наполняемости до зарплат, там, каких-то странных ситуаций, которые случаются с оценками. В общем, ну, про Трибуны? Нет, про Комнату и про Трибуны. Вот, поэтому, ну, опять же, если есть интерес и желание, можем на что-то сейчас ответить, можем еще попросить товарища оставить ссылку на то видео. Можно на ВК-паблик оставить там все эти видео. Мне кажется, что трехчасовое видео не будет разбирать только, двухчасовое видео мало кто будет разбирать, но может посмотреть. Здесь сейчас люди, которые в комментариях написали, это люди, которые, в принципе, вопросом не интересуются, это завтрашние ваши возможности. Нет, 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 мы готовы, да, отвечать, я просто к тому, что, да, если будет у кого-то потом повышенный интерес, да, там, какие-то вопросы мы не встретим, да, там, какие-то вопросы мы не встретим, да, там, я думаю, все желающие смогут найти. Нет, ну, если там кто-то задонатить, мне кажется, можно спалить вопросы. Какой вопрос берем? Ну, давайте про единый учебник, когда профсоюз учителей скажет нет ли сердца образования. Словный вопрос. Слишком разно сказал. Ну, я от себя скажу, во-первых, что профсоюз учителей у нас их не один, во-первых. Во-вторых, профсоюз учителей, в котором мы состоим, у официального позиции вроде нет, по поводу единого учебника. И он, как бы, ничего против не говорит, про другие сказать не могу. А в-третьих, у нас есть такая прекрасная в федеральном законе об образовании статья о правах учителя, о том, что он сам вправе выбирать методический материал, который он использует. Я, например, учебники использую постольку, поскольку у меня есть своя программа, которая в соответствии с федеральной программой написана. И поэтому учебники я использую только тогда, когда там что-то мне очень сильно поможет. Вообще, я все переделал максимально удобно и для учеников, и для себя. Все в соответствии с федеральным законом, если что. Вот. И поэтому использовать или не использовать единого учебника, это уже выбор учителей с у них. Можно в двух словах все-таки по единому учебнику? По истории на единому учебнику. Да, речь о том, что сейчас же систематизируют учебники, если раньше было бы по истории, там, 10, 20, можно было бы сказать, да, там, левый, правый, синий, красный, какого угодно. Да, а сейчас, ну, типа, вот, там, единский, вот, пожалуйста, вам, как бы, вот, и все. Я немножко про это скажу, что с одной стороны, с одной стороны, прошу тут понять мне неправильно, с одной стороны, идея-то как бы здравая. Потому что когда у тебя 10, 20, 30 учебников разных, а, ну, это же все госзакупки, это госконтракты, кто там выиграл тендер. И учителя абсолютно в этом всем не, ну, как бы, ему просто привезли учебники, сказали, вот тебе новые учебники, пожалуйста. А содержание, ну, кто может оценить, по сути, только учителя, он открывает и понимает, что да фигня, учебник вообще ерунда какая-то написанная. Вот, естественно, наверное, ну, я так думаю, с введением какого-то единого стандарта, по крайней мере, какие-то вообще одиозные вещи, которые могли бы писать в учебниках, они, возможно, оттуда пропадут. Возможно, нет, но, возможно, пропадут. А во-вторых, опять же, лично мне кажется, что профсоюзу пока как бы не до этого. У нас тут есть ряд проблем, которые перед нами встают более значимо, чем единые учебники, поэтому пусть эти единые учебники сначала введут, а нам потом ждать их с ними разобраться. Уточнить. Вот, а как было в Советском Союзе? Там, по-моему, не было выбора... Ну, единого учебника, единого учебника. Ну, это не учебник, да, и все это было прекрасно. На самом деле. Ну, там учебник был на других принципах построен, конечно, чем сейчас. Там Левизеевский, да, писал, это причем он. Ну, это вот про историю, а их же и математика просто. Ну, да. Нет, проблема просто не в том, что он единый или не единый, проблема в том, что у нас нет доступа к какой-то корректировке того, что там написано. То есть мы все с этим согласны, и все. То есть тут речь не про то, что он единый. Благодаря тому, что у нас есть стандартизация, мы можем сейчас вот по интернету транслировать. Потому что до того, когда Дарпа, насколько я помню, сделала протокол передачи, поставь по древесу оси. То есть мы вообще, в принципе, лебедь, ряка, щука тянули во все стороны. Когда форт конвейер ввел, так вообще прекрасно стало. Да, да. И именно благодаря этому появился интернет. Поэтому это не важно. А все-таки нужно вернуться опять назад к учебникам, потому что вот у меня ребенок пришел в первый класс, в школу России, и я несколько пребываю в ужасе. Учителя тоже. Особенно если взять учебник по литературе, когда при первом классе там очень сложные понятия дают. Например, читаем текст, потом вопросы к тексту, чтобы ребенок составил суждение по тексту на такую-то тематику. Или ответить, ты в первом классе, середина первого класса. У меня ребенок только научился читать, а уже я объясняла полчаса ребенку, что такое суждение. Это проблема, она и родителями озвучилась, и учителями. Это абсурд, да. Можно на этом сразу закончить. Это абсурд, мы все с этим согласны. И там таких примеров через страницу. Или взять учебник математики, тоже первый класс, когда ребенок только понимает, что такое задача, как эти условия делать. Ребенку это очень тяжело, и потом тебе вопрос, составь вопрос, задача, чтобы у тебя было 4 минус 2. Нет, ну опять же так было сказано. Я понимаю, что это такое-то проблемное обучение. Проблема обучения, да. Это надо, чтобы товарищи туда заменились в институте образования, не решили эти все проблемы. Пока у них проект очень небольшой. Хотелось бы, чтобы учительский коллектив. А если не учителя будут задавать эти вопросы, кто от них? Нет, должны учителя и родители просто до того, чтобы задать эти вопросы. Родители не слышат. Так и учителя большинство не слышат. Они, как и родители в целом, по-моему, озвучались, но озвучались. Да, тут проблема с начала создания какой-то структуры, которая могла бы высказать это. Потому что один в поле не воин. Вот мы как раз в процессе. Сначала нужно что-то организовать. Потому что все и не могут, и за них хотят, и наоборот. Это мы опустим идею. В общем, по-моему, все эти тонкости мы опустим. Немножко просто вставлю по поводу учебника. Ну, кто-то говорит, должен кто-то слушать. Да, то есть у нас минобразование вообще слушает. Есть ли какая-то... Или кто-то кричать должен? Минобразование, которое может слышать. Ну, они, наверное, слышат, что хотят слышать. Да, я думаю, они слышат. Я просто про учебники хотела немножко добавить. Вот как учителя общества знания, я понимаю, что в технических науках ну, это выливается в такие интересные эксцессы. А вот учебник общества знания лично мне очень понравился в девятом классе тем, что, ну, например, очень активно учебник общества знания девятого класса детям цитируют великого русского философа Ивана Велина. И очень много цитат. Буквально там, ну, я не знаю, раз в пять абзацев обязательно цитата. Ну, а там учебник так построен, что после темы есть какие-то вот, типа, высказывания мудрых там, великих. Вот. И очень часто, то есть там, допустим, тема патриотизм, хлоп, вам там Иван Ильин в конце высказывается. Чем это очень забавно с историей перекликается. Тема гражданственности, хлоп, тоже там Иван Ильин с какой-нибудь меткой фразой на эту тему. Ну, и, естественно, вот в гуманитарных науках, если в технических проблема касается какого-то достаточно спорного формулирования вопросов, тем, того, чего они проходят, то с гуманитарными науками происходят подобные вещи. Только там есть некоторый пересмотр, некоторая ревизия того, что у нас было в прошлом. И, скажем, пересматривается влияние тех или иных личностей на судьбу нашей страны. Может быть, какой-то еще. Есть. Я понял, я думаю, ну, я думаю, что все же слышали просто. Я думаю, да. Окей, а какие еще есть вопросы? Да, еще вопросы есть. Да, вопросов много. Можно я задам? По капусте щет. Я бы задумала, может, там есть. Кто сейчас выпускает учителей? Вот раньше, например, гуссурийский был. Я для них не расскажу. Сейчас. Почему, допустим, возьмем наш край, не будем кто-то там ехать. У нас уже дошло до того, что предлагают там квартиры подъемные, чтобы центральная Россия к нам пришла. Квартиры, что-то незаметно. Где у нас детейные заводы? Арендные жилья. Ну, классические, это, конечно, кто-то эту фразу говорит, мозгов нет, а не в пец. Без каких-то негативных педагогических. Я очень обожаю эту профессию, я сам педагог, но я не по, это Саша тоже, мы не по образованию педагоги. Нас можно почитать в квалификационном справочнике, кто имеет право быть учителем вообще. Это либо человек с специальным педагогическим образованием, ну, в виде чего угодно, либо человек с профильным образованием, высшим. И ты не учитель, но так как ты свой предмет знаешь, тебе государство разрешает преподавать. Мы с Александром закончили исторический факультет до УФУ, мы историки, и мы, не будучи учителями, хотя у нас был семестр, у нас была педагогическая практика, мы имеем право преподавать свой предмет, то есть с учителями мы можем работать. Но вообще по классике, да, педагогически. Ну, при этом, допустим, вот что я заметил, очень много, не знаю, вот как у тебя, Леша, а у меня довольно много, ну и вообще вот школы, с которыми я общаюсь, я замечаю большое количество кадров приходит в школы, ну, есть и приходят. Не из высших учебных заведений, то есть это колледж. В основном, насколько я вижу, это начальная школа. И, конечно, ну, опять же, я ничего не хочу сказать по поводу, там, образования, да, опять же, все зависит от человека, не от того, какая у него корочка синяя, красная, средняя, там, еще какая-то, зависит от того, как человек знает свой материал, как он его, там, выучил. Но, конечно, к сожалению, мы, я думаю, все прекрасно знаем, что даже вот в таком условно-массовом сознании колледж ассоциируется, пожалуй, с не самым качественным. Поэтому и поговорка такая, к сожалению. Да, и не самым полным образованием. Не самым полным, где-то не самым качественным. Поэтому, да, поговорка-то говорит о чем? О том, что в ПЕД поступить зачастую проще всего, потому что ниже все баллы. Нет, ну подождите, ПЕД – это уже структура, а я так полагаю, что нету никаких входных для экзаменов для того, чтобы начать преподавать. Ну, по игре, ну, либо в конеч, тогда по девятиклассам. Нет, нет, вы отучились где-то, и вы просто пошли преподавать. А, да, конечно. То есть, велика вероятность того, то есть, это даже при таком низком входном вороге, а он реально получается низкий, у нас не хватает учителей. Ну, это всегда вроде было, что… Потому что завтра, может быть, человек просто выучился, а я, как бы даже в университете, я знаю, что у меня там 80% моих товарищей, которые со мной учились, они просто, ну… Ну, у них были какие-то оценки, да. И никто не может гарантировать того, что завтра у нас кто-нибудь будет преподавать географию и расскажет про плоскую землю. Ну, никто не гарантирует, пожалуйста. Ну, конечно, то есть, надо понимать, что… Пожалуй, про плоскую землю-то, ну, это будет просто в нарушении, да, там, федеральных этих… Но, в целом, пример уместный в том смысле, что, да, ну, есть такая проблема… У нас же сейчас даже есть этот прикол, что можно не доучившись… Что можно не доучившись идти преподавать. У нас же теперь принимают студентов, да, то есть, ты там один курс отучился, все, можешь идти преподавать. Такипа достаточно школьного образования, чтобы завтра… Достаточно школьного образования, плюс поступить куда-то, и в целом уже можешь. Пару годиков там отучиться, да. Но, опять же, тут, мне кажется, нельзя просто безоговорочно говорить, что все это плохо, потому что, ну, безусловно, безусловно, наверное, если географ говорит, что земля плоская, это плохо. Но вопрос в том, а если географа нет вообще, это лучше? Ну, это лучше, чем если он говорит, что земля плоская, но… Это лучше, это лучше. Если говорить в целом о, ну, скажем так, не самом… Не самом качественном. Не самом качественном образовании, наверное, все-таки, если оно хоть какое-то есть, это лучше, чем если его вообще никакого нет, и предметы просто отменяются. Нет, потому что если он некачественный, можно хотя бы обратиться к федеральным программам, что, типа, если вы преподаете плоскую землю, ну, видите, вы нарушаете закон, должны преподавать шарообразную. Если кто-то может что-то сделать, это не факт, что он сделает, вы об этом уже говорили, то есть должен быть еще кто-то, кто к этому обратится, чтобы его не заклевали. Опять же, ребенок может вообще об этом, действительно, никому ничего не сказать. Ну, опять же, плоская земля – это метафора, но у нас получается, что сейчас не хватает учителей, их заманивают сюда квартирами, еще чем-то. Квартирами вот еще-то не меняют. Это называется арендное жилье. А это следующая часть цитаты, да, то есть у нас заманивают кого-то сюда, чем-то, а тех, которые здесь сейчас выживают и с языком на бок, им ничего не дают. Это мы год назад поднимали эту проблему. Очень классная история получается. Вы сюда приезжаете, вот посмотрите на них и будете такими же. Да, мы то же самое говорили и в администрацию, и куда еще? Отметить, что я, ну, так случилось, что я был на мероприятии, там были люди со всей России, вот по профессиональной тематике было, и я пообщался с людьми из разных регионов, и, ну, реально, просто когда я говорил, что у нас оклад в Владивостоке за 18 часов 26 тысяч, люди со мной разговаривали, у которых оклад, ну, возьмем даже пример Хабаровска, его не было на той встрече, но мне кажется, самый такой одиозный пример, Леш, 8? 8,900, ну, кажется. 8,900 оклад за 18 часов. Ну, то есть это в 3, с небольшим раза меньше, чем мы получаем мы здесь. Естественно, для них многие после этого, когда мы обсудили, как бы, ситуацию там по зарплатам и так далее, они такие, блин, а что я сижу в своем Липецке там или где-то? Нафига мне это надо? У вас там еще какие-то вон для приезжих прикольные штыки. На африканском континенте 30 с чем-то стран, и многие из этих стран никогда даже электричество не ели, но это не повод на них опираться. То есть есть что-то и хуже где-то, но это не факт, гордиться тем, что у нас ученики. Нет, естественно, чем крупнее город, тем больше. Мне просто кажется, раз уж там ученики, родители смотрят и так далее, то есть это было бы очень здорово понимание. Вы же говорите про эту проблему изначально, да, что мы тут выживаем, это понятно, ну, выживаем. Все выживают. Чем вы отличаетесь? Окей, раскрываем тему, мы видим, что получается у нас вот этого нету, вот этого нету, вот этого нету. И более того, не создаются условия здесь, базовые условия для того, чтобы все это как-то развивалось. Потому что, ну, а что есть? Мы просто разбирали, да, то есть мы не только по родительскому комитету, по каким-то другим вопросам работаем. И мы вот это вот арендное жилье разбирали, и получается строится огромнейшее здание, там, 400 с копейками квартир. Из них там что-то сколько? 40, да? 39-38 квартир арендного жилья. Я напомню, просто строят КРЖС, это государственная структура, которая строит... Да, то есть, ну, продают гораздо больше, ну, большего объема, да, то есть, если пересчитать по объему квадратным метрам, получается, почему нельзя было построить для всех, да, то есть, окей, давайте в этом направлении, как это двигается, варендное жилье. Развивать вот это вот все, чтобы 35 тысяч, а учитель себе из 35, допустим, базовых мог положить 32 в карман, да, то есть, а остальные заплатить за жилье. Я точно знал, что завтра, ну, то есть, дяденька или тетенька не поднимут арендную плату, его не будут оттуда вообще, в принципе. Ну, да, арендное жилье там еще на 50% отрешил, я думаю, что... Нет, безусловно, эти вопросы по арендному жилью тоже, наверное, да, обсуждаются, и в том числе с представителем, там, управления и так далее. Ну, кто вообще его видел, да? К сожалению, к сожалению же это так не делает, ну, это так не работает, что мы пришли, там, сказали, ребята, нам нужно построить-ка нам дом. Они такие, хлоп, дом нам построили. А почему нет? Ну, потому что... Денег нет, скажут. Ну, да, обычно, чаще. У нас есть, скажут, нет денег, скажут, нет денег. Федеральный центр дает деньги, закладываются в бюджет. Если нет денег, это означает, что сегодняшние наши руководители вчера не заложили эти деньги. Они об этом не подумали, все. То есть, это проблема тех, кто это дело распределяет. Мы не сомневаемся. Либо, либо есть другая проблема, опять же, когда на меня работают люди, когда ко мне приходят через много лет и говорят, ты мне так и не повысил зарплату, я говорю, это просил. Это тоже, ну, то есть, проблема взаимодействия. Проблема взаимодействия. То есть, сегодня нужно сказать нам нужно, завтра будет какая-то реакция. Если не будет, задать вопрос второй раз и больше. Не говорим, если вы об этом, то, конечно, мы эти вопросы поднимаем. Просто нельзя сказать, что это вот то, что у нас получается. То есть, в смысле, работа есть, а отдача от работы нет. То есть, это не то, чтобы мы никогда этим не занимались. То есть, не взаимодействие опять. Взаимодействие есть, просто Леша правильно сказал. Это так и, ну, я понимаю, что... Если вы говорите, если вы спрашиваете, а вам не отвечают, то мы отвечаем. Я же помогалок снизу. Отвечают, денег нет. Ну, типа, все, на этом разговор закончен. Нет такого, что мы можем потом, подождите, как это у вас нет денег? Ну-ка тут найдите нам деньги. Мы же, ну, то есть, иерархия-то какая? Это момент у вас когда будут? Потом... Скажешь, когда сверху нам скинут, тогда и будут. Нет, просто эти разговоры, они в реальности вот так даны, как мы сейчас подсказываем. Это вот то, что как бы мы слышим. Это не то, что мы вот там отмазываемся. Ну, такой разговор, что те говорят, денег нет, ну, когда-то потом будет, ну, там вот там и разберемся, когда будут, может быть. Ну, вы же понимаете, какая сейчас ситуация, как бы вот деньги там. Нет, я просто напомню, что 212 федеральный закон, ну, как бы не то, что обязывает, но позволяет гражданам как-то контролировать муниципалитеты в части их исполнения их обязанностей. То есть, граждане имеют право федеральным законом контролировать то, что делают наши представители муниципалитетов. Это все замечательно. У нас на бумагах много чего написано. Вы очень классные теоретические вещи рассказываете, которые на бумагах. Мы о них знаем. Много документов перешрестили, много законов. А, ну, вот в нашей ситуации попытаться это запрактиковать, по крайней мере, в нашей конфигурации, в которой мы сейчас находимся, очень сложно. Мы пытаемся, но... Мы можем просто потом вам вот несколько моментиков, вот я бы рассказал, ну, потом уже, когда все закончится, по поводу того, что это, типа, вот, казалось бы, ты пришел такой, ребята, тут вот в законе написано, сделайте ко мне вот как в законе написано. У нас просто был такой разговор там с одним товарищем, ну, я вам потом... Нет, я почему, почему про это говорю, потому что люди-то смотрят. Сколько у нас сейчас людей в эфире смотрят? Сейчас четверо только. Какой ужас. Ну, смотрите, суммарно, со всеми нас тут уже почти десять. Что-то еще есть? Я предлагаю, да, трансляцию пока закончу, потому что доклады бы со всем уже убежали. Ну, да, это далеко, да, и обсудить все тоже потокового арта. Закон прекрасно. Это будет.